В случае импотенции, связанного со стрессом, то есть с психологическим фактором, возникают случаи, когда есть необходимость обратиться к психологу, к психотерапевту, если это связано с какими-то депрессивными состояниями, сильным стрессом, длительным стрессом. Поэтому есть необходимость обратиться к смежным специалистам, чтобы они тоже принимали участие в лечении такой патологии. Здравствуйте! Из этого видео вы узнаете все необходимое лечение импотенции. Пожалуйста, досмотрите ролик до конца, информация будет для вас очень полезной. Вы можете записаться на консультацию, нажав на ссылку под видео. Что такое ретель-лисфункция? Симптоматика – это нарушение половой функции мужчины. То есть при необходимости не возникает полового возбуждения, и мужчина не может выполнить половый акт полноценный с партнершей. При лечении импотенции самое главное не переборщить с приемом препаратов. Бывают случаи, когда пациент принимает большие дозы препаратов, возникает ненормальная реакция, возникает париофизм. Это длительная реакция, которая может длиться часами и приводит к нарушению кровоснабжения полового члена, и в дальнейшем может привести к оперативному лечению и полной импотенции, которая уже не подлежит восстановлению ни хирургическим путем, ни тем более медикаментозным. Поэтому будьте внимательны. Причины ретель-лисфункции или импотенции. Бывает психологическая причина, бывает причина, связанная с нарушением гормональной функции. Психологическая причина, связанная, как правило, это стресс, это работа, это какие-то неприятности в семейной жизни, с друзьями и тому подобное. И гормональная функция – это снижение уровня тестостерона у мужчин. Как правило, это связано либо со стрессом, либо это возрастная патология. Есть такой термин, как возрастной гипогонодизм, связанная с тем, что уменьшается уровень тестостерона с возрастом у мужчин. Для этого необходимо пройти обследование, сдать необходимые анализы, сделать звуковое обследование и найти причину. Когда найдем причину, ее можно устранить. Если это связано с гормонами, необходимо ли восстановить гормональную функцию за счет собственных гормонов, либо, если собственная функция гормональная уже иссякла, необходимо добавить гормоны извне. В случае импотенции, связанного со стрессом, то есть с психологическим фактором, возникают случаи, когда есть необходимость обратиться к психологу, к психотерапевту, если это связано с какими-то депрессивными состояниями, с сильным стрессом, с длительным стрессом. Поэтому есть необходимость обратиться к смежным специалистам, чтобы они тоже принимали участие в лечении такой патологии. Что касается сроков лечения, импотенции, связанные с гормональной дисфункцией, то эти сроки определяются перед степенью нарушения этой гормональной функции, насколько сильно снижен уровень тестостерона или есть какие-то другие причины, нет ли каких-то органических поражений головного мозга и так далее. Если нет поражений головного мозга, нет опухолей, нет другой патологии, если просто есть гормональная дисфункция, связанная с возрастом, то срок лечения такой импотенции около месяца-трех. Через три месяца фактически пациент или мужчина может полноценно вступать. Половой акт и уже радоваться жизни. В хроническом госпитале МД Групп накоплен огромный опыт для лечения пациентов с эректильной дисфункцией. Поэтому, если вам необходима экспертная поддержка, обращайтесь к нам. Чтобы записаться на консультацию для лечения эректильной дисфункции, нажмите на ссылку под видео.